Впервые 5 на 5 игроков в этом виде спорта собрались на Барнаульском стадионе. Команды из разных стран мира играют с одним вратарем и четырьмя хоккеистами на передовой. Более 100 участников из 8 команд будут бороться за трофеи турнира три дня. На поле не только команды парней, но и девушки. Спортивной злости в них не меньше. Турниры такого уменьшенного формата не только для региона, но и для России в новинку. Организаторы уверены, международные соревнования дадут хороший толчок развитию хоккея на траве у нас на Алтай. 5С начинает развиваться не так давно, но уже более 70 стран развивают этот вид программы хоккея на траве. А вообще хоккей на траве в 140 странах. Один из самых популярных видов спорта в мире. В Барнауле мы проводим тоже это в первый раз. Международных соревнований очень давно не было. Поэтому для нас это большая ответственность. Сами спортсмены первого международного турнира уже заждались. Тренировались чаще, чем обычно и готовились к сборам. Соперников знают, побеждать готовы. У нас на каждую команду разные тактики. Примерно мы команды знаем предварительно. Где-то в сборной вместе встречались, где-то на олимпийском отборе встречались с Россией тоже. Поэтому будем под каждую команду подстраиваться, подбираться. На данный момент сыграно три игры. Наши парни из команды «Юнность Алтая» уступили хоккеистам из Узбекистана со счетом 2-16. Девушки из барнаульского коммунальщика выиграли у соперниц из Казахстана со счетом 10-5. В первый день турнира отличились и наши девушки из сборной России, обыграв белорусских спортсменок почти в сухую со счетом 13-1. В первые две минуты было немножко тяжело. Пытались поймать темп игры, пытались сыграться. У нас это все получилось. Быстрая реализация гола была. Одна небольшая оплошность произошла. Ну, это игра, так бывает. Мишенки быстро собрались. Атака на атаке. Показан результат того, чего ожидали, достигли. Итоги первого дня соревнований будут известны сегодня по завершению всех матчей. Уже в это воскресенье лучшие команды сразятся в финале и полуфинале. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.